Всем привет, ребятки! Добро пожаловать снова на мой YouTube-канал. Сегодня у меня мукбанг, да, мой первый мукбанг на YouTube. Если кто-то не знает, что это такое, это тот формат, когда ты кушаешь и разговариваешь со своими любимыми зрителями и подписчиками. И я сегодня заказала себе ролков, позволила себе, так сказать, небольшое пиршество, потому что карантин карантином, а радовать себя все равно надо. Я сегодня максимально домашняя и уютная, в пижамке. Буду есть ролки, буду запивать их чайком с молоком своим любимым. И буду общаться с вами, буду отвечать на вопросы, которые вы мне задавали на канале, в моей группе ВКонтакте и на моей страничке в Инстаграме. Кстати, кто еще на меня там не подписан, то, пожалуйста, подпишитесь. Ссылочки все будут в описании к этому видео. Я никаких постов специальных накануне не делала с вашими вопросами. Я взяла старые посты, которые я делала уже неоднократно и буду еще раз отвечать на эти вопросики, которые вы мне там задавали. И, возможно, кто-то узнает что-то новое. В общем, давайте, наливайте себе тоже чайку, кофейку или чего-нибудь покрепче. Делайте себе бутеры, делайте себе что-нибудь вкусненькое. И давайте будем кушать и общаться. Вкусняха! Я сегодня не завтракала, поэтому я ужасно-ужасно голодная. Я безумно люблю Рокки. О чем я сегодня хотела с вами поговорить, с чего хотела начать, это с ответов на некоторые комментарии, которые мне написали вчера и позавчера некоторые мои подписчики, которые не совсем понимают, зачем я начала снимать ролики на ютубе и рассказывать разные истории своей жизни. И они мне написали, что таким образом я разрушаю какой-то, значит, орел таинственности вокруг себя и перестаю быть загадочной поэтессой. Но на самом деле это не так, во-первых, потому что у меня очень много тайн и секретов, очень много скелетов в шкафу, и все я их никогда не смогу рассказать. И есть даже такие вещи, которые я никогда не расскажу, например, своим родителям или своему любимому человеку. Вот, поэтому те истории, которые я рассказываю на ютубе, они случились уже очень давно. Это истории из детства, из юности, истории про мой опыт игры в рок-группе, про мой опыт работы в различных рекламных агентствах и дизайн-студиях. Вот, это все было уже очень давно, и сейчас я над этими историями могу только посмеяться. И, возможно, вы в них увидите себя и увидите, что у нас много общего, и вам будет приятно от этого. Я, например, когда смотрю своих любимых блогеров, я отмечаю многие моменты, в которых мы с ними схожи, и получается какое-то родство, душ, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Так, это во-первых. Во-вторых, что я хотела сказать, это то, что я такой же человек, как и вы все. Я ем, я пью, я сплю, я болею, и со мной очень часто случаются всякие разные дурацкие ситуации, и неприятные какие-то моменты у меня в жизни происходят. И почему бы о них не рассказать, а поэты, они такие же, как и все, и ничто им в жизни не чуждо, ничто человеческое им не чуждо. Вот, это во-вторых. Ну, а в-третьих, а в-третьих, мне, конечно же, уже давно стало тесно в рамках моих страничек ВКонтакте и в Инстаграме. Мне хочется не только писать и выкладывать свои стихи, но мне хочется куда-то расти и развиваться. И Ютуб, на самом деле, уже давно меня манил, поскольку я люблю поболтать, я люблю пообщаться, я экстраверт, я по знаку зодиака близнец. И у меня очень много историй, очень много баек, которыми я хотела бы поделиться, и я не вижу в этом ничего страшного. Если вам нравится такой формат, то подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и жмите на колокольчик, рассказывайте о нем друзьям. Мне будет очень приятно, если у меня появятся новые подписчики, новые зрители, новые читатели. А стихов меньше не станет, вы не переживайте. Стихи я буду обязательно писать и буду их выкладывать как в текстовом формате, так и в формате видеопрочтений. И их даже сейчас станет больше, да, на Ютубе видеопрочтений станет действительно больше. Я буду снимать как разговорные ролики, так и ролики с прочтением собственных стихов. Так что не переживайте, поэтесса Пола никуда не пропадет с ваших радаров. Просто я буду делать вот такие вот разговорные ролики, где буду с вами общаться. Я думаю, что многим они зайдут, надеюсь, по крайней мере. Ну, а это что касается вот моих последних действий, скажем так, на Ютубе. И давайте-ка начнем отвечать на ваши вопросы. Я очень часто делаю такую штуку в своей группе ВКонтакте или в Инстаграме. Я пишу, ребята, сегодня у меня есть свободное время, и задавайте мне, пожалуйста, какие-нибудь вопросы. И сейчас вот один из таких постов я открыла. Очень вкусно. Надеюсь, у меня ничего нет на губе. Вот, открыла один из таких постов. И сейчас буду отвечать на вопросики, которые там есть. Значит, меня спрашивают, как вернуть музу без вина. Ну, это, видимо, намек на то, что творческому человеку всегда нужен какой-то допинг в виде вина или сигаретки, я не знаю. Но на самом деле нет. На самом деле муза может прийти и без всякого алкогольного опьянения. На самом деле муза, она приходит достаточно часто и по разным поводам. Например, у меня существует три типа вдохновения. Первый тип – это когда ты ужасно влюблен, когда я ужасно влюблена. И чувства тебя настолько переполняют, что тебе хочется просто кричать о своей любви и писать о ней в стихотворной форме, в прозаической форме. В общем-то, неважно, как писать, писать и писать. Это первый тип вдохновения. Второй тип вдохновения – это когда ты с кем-то расстаешься, и тебе ужасно больно, и ты не знаешь, как пережить эту ситуацию. И, естественно, в этот момент ты выплескиваешь все свои страдания на бумагу и делишься ими с другими. Это некий такой психотерапевтический эффект происходит, тебе от этого становится легче. И людям, которые видят твою боль и которые испытывают то же самое, им тоже становится легче. Очень часто мне пишут мои читатели, мои поклонники, что я разложила все по полочкам. Я рассказала им об их чувствах, я рассказала их истории, которые произошли с ними. Они точно такие же, как и со мной. И им действительно становится от этого легче, когда они видят, что я переживаю то же самое. Вот. Итак, давайте попробуем вот эти вот ролки. Тоже должны быть вкусненькие. Итак, второй тип вдохновения – это когда ты с кем-то расстался или остыл кому-то, или к тебе кто-то остыл. И вот это вот все, конечно же, внутри бурлит с невероятной силой. Гнев, злость, обида. Помните, я рассказывала про стадии принятия. Когда ты теряешь близкого человека, когда он либо умирает, либо вы с ним расстаетесь, то ты проходишь через пять стадий принятия. Первая стадия – это отрицание. Потом гнев. Потом торги. И потом у нас идет депрессия. Депрессия, депрессия. Кстати говоря, я сейчас в депрессии уже восемь месяцев, как я лечу депрессию. Сижу на таблетках, хожу к психологу и к психиатру, да. И после депрессии у нас должна наступить стадия смирения. То есть это окончательное уже смирение с тем, что произошла такая ситуация, что ты ничего не изменишь и что надо идти дальше. И вот сейчас я нахожусь на стадии депрессии и жду, когда же у меня наступит уже наконец стадия смирения, и я пойду дальше. И, кстати говоря, YouTube и вот те ролики, которые я начала сейчас снимать, они меня отвлекают и очень сильно мне помогают. И если вы находитесь в такой ситуации, если вы переживаете сейчас тяжелый период в своей жизни, то почему бы не начать снимать ролики на YouTube или писать стихи, или рисовать картины. Знаете, действительно, это помогает, это помогает. Спрашивают дальше, что все так херово-то? Не совсем понятно, у кого херово, у человека, который задал вопрос, или у меня. Но я думаю, что жизнь, она вообще такая тяжелая штука, и очень часто, очень часто случаются в ней хреновые моменты, да. Но есть такая цитата известная, которая гуляет по интернету. Я не помню, кто это сказал. Но смысл в том, что в жизни очень часто случаются моменты, когда хочется умереть, но между ними есть моменты, когда действительно хочется жить. И ради этих моментов нужно идти дальше. Следующий вопрос вдохновения, оно какое? Ну, я вот только что рассказала про вдохновение. У меня существует три типа вдохновения. Вдохновение, когда ты безумно влюблен, когда ты расстался с кем-то. А третий тип не рассказала. Третий тип вдохновения, это когда ты находишься в состоянии вот как раз депрессии, и тебе кажется, что все тлено. И, в принципе, ты пишешь стихи на эту тему бесконечно. И многие ругаются, что, ну, почему же все так грустно? Когда же будут веселые стихи? Ребята, они будут, они будут когда-нибудь, но по заказу я не могу написать вот так, взять по щелочку, да, выйти из депрессии и начать писать веселые стихи я не могу. У меня они были, были много позитивных стихов, было много светлых стихов о любви, но сейчас не тот случай, чтобы писать такие стихи. А, какой ваш любимый город, где хотели бы жить? Сейчас такой период, да, в нашей жизни, что мы все сидим на карантине, и, в принципе, никуда нельзя переехать, никуда из дома даже лучше не выходить. И, естественно, пока я сижу в своем любимом ненаглядном Саранске, кто не знает, это столица республики Мордовия, у нас тоже есть зараженные, но их совсем немного, и я стараюсь не выходить из дома, если только на прогулку. Я боюсь заразиться, действительно, как бы я не хотела бы умереть, какие бы суицидальные мысли у меня ни были, я все равно боюсь заразиться, конечно. А вообще, до того, как началась вот эта вся херня, вся эта эпопея с эпидемией, я уже намылила лыжи в Москву, да, я уже хотела переехать, наконец-то, в столицу, потому что там когда-то жили мои предки, там жила моя прабабушка со своими родителями и сестрами до 37-го года. Сами знаете, что случилось в 37-м, да, сталинские репрессии, и моего прапрадеда, известного политического деятеля, расстреляли, а всю его семью сослали в Магаданскую область, да. Вот, и после этого они переезжали из города в город, в Москву им возвращаться было нельзя, и они остановились в Саранске, где им дали работу, квартиру, ну и вот с тех пор мы здесь пустили корни, и уже четвертое поколение нашей династии здесь в лице меня живет. Но я думаю, что когда-нибудь все это действительно закончится, и когда-нибудь я перееду в Москву, потому что там мои друзья, там мои коллеги, там я смогу сделать, наконец-таки, спектакль на свои стихи. Это моя главная цель на ближайшее время, и моя самая заветная мечта. Пока. Вот, едем дальше. Вопрос не придумала, Полина, вы замечательная. Спасибо. Мне очень приятно, когда мне пишут слова благодарности, комплименты, и вообще, ребята, спасибо вам огромное, всем, кто меня поддерживает. Есть ли у вас дети или домашние питомцы? Нет, детей у меня нет, я child-free, и пока я не разобралась с проблемами в своей жизни и в своей голове, вряд ли я созрею до этого, вряд ли я дорасту до такого решения. Это, во-первых. Во-вторых, у меня очень слабое здоровье. Ну, а в-третьих, меня интересует пока творчество, да, поэтическое, и меня интересует развитие моего канала на ютубе, поэтому пока детей нет, не хочу. Вот, домашние любимцы, тоже пока нет домашних любимцев. У меня была любимая собака, когда мы жили с родителями, ее звали Белка, она была дворняжка, и прожила она с нами 14 лет. Все 14 лет она спала у меня в ногах, она меня очень любила. И она была очень музыкальная собака, кстати говоря. Она пела. Она пела совершенно потрясающе. Обычно под аккордеон, потому что папа у меня аккордеонист. В какой-то момент мы обнаружили, что она поет на разные лады, и мы ей придумали команду «Белка, спой». И когда мы говорили «Белка, спой», она начинала петь. Замечательная была собака, которая терпеть не могла наших гостей. Она сначала никого в дом не впускала, потом никого не попускала. Она кусала всех за ноги. Один раз она моему другу даже прокусила ботинок насквозь своим клыком. Ну, такая была она, стервозная по характеру. Но нас, меня и маму с папой она очень любила. И умерла она совершенно ужасно. Она очень сильно заболела. И буквально за неделю она исхудала. Она перестала есть, перестала пить и просто сгорела. И, наверное, у нее был рак. Но родители в этот момент уехали в другой город по работе. Я осталась не одна и со своим первым мужем. И у нее начались припадки. Припадки становились все дольше и дольше. И в какой-то момент мы поняли, что все, она в себя уже не придет. И нам пришлось ее усыпить. Да, нам пришлось ее усыпить собственными руками. И это было, конечно, очень тяжело. Я ужасно переживала. И сейчас у меня собаки нет. Сейчас собака есть у моих родителей, другая уже. А я пока не могу решиться на то, чтобы завести домашнего питомца. Потому что рана, сами понимаете, серьезная. Следующий вопросик. Пола, как ты проживаешь эмоции, злости, раздражения и так далее? Что лично тебе помогает? Ну, на самом деле, мало что помогает. Когда я злая, когда я раздражена. И когда меня переполняют вот такие негативные эмоции. Что может помочь? Алкоголь. Я вам не советую, конечно же. Я вам советую вести здоровый образ жизни. Но я частенько прибегаю к алкоголю. Да, хорошее вино, бокал хорошего вина или хорошее крепкое пиво. Правда, помогает это на время. Потом тебе становится еще хуже. Потом у тебя начинает болеть голова. Ты становишься еще более грустным, еще более апатичным. Так что, ну, такой себе способ. Не очень эффективный. Можно включить громкую агрессивную музыку. Можно послушать рок. Можно потанцевать, потрясти башкой. Можно сходить на рок-концерт. Правда, сейчас это невозможно. Потому что все концерты отменены. И очень жалко. Меня на самом деле ломает без рок-концертов. Я бы с удовольствием сходила бы куда-нибудь, послэмилась бы, потрясла бы хайрами. Как в старые добрые времена. Что еще может помочь? Может помочь написание стихотворения, опять-таки. Или просто можно завести дневник, если кто-то еще не завел. Я, например, веду дневник уже много лет. С раннего детства. И когда меня переполняет злость и обида, и отчаяние, я открываю дневник и пишу обо всех своих чувствах. Так, что еще может помочь? Ну, может помочь секс. Если у вас есть с кем им заняться, то секс, он хорошо снимает напряжение. Так, что еще? В какой город хочешь съездить? Ну, на самом деле, я очень люблю путешествовать. И я путешествовала до того, как началась вот эта вся охренота с вирусом. И я люблю путешествовать и совмещать это все дело с гастролями. То есть я куда-то еду выступать. И там же гуляю по городу, смотрю город. Мне очень понравилась Казань. Я там выступала уже два раза. С удовольствием туда бы вернулась. Ну, еще я обожаю Питер, потому что туда я езжу каждый год или два раза в год. Там очень много мероприятий, на которых можно выступить. И очень много у меня там друзей и знакомых, и коллег. И последний раз я выступала там с симфоническим оркестром. Да, это был проект симфотворения. Там выступали известные поэты и актеры, и звезды мюзиклов. И я в их числе была. Это было 25 февраля, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, в общем-то, я скучаю по Питеру, да. Я хочу снова туда. Вот, сейчас мы перенесли следующее симфотворение на октябрь. Так что, ребята, если меня кто-то смотрит из Питера, приходите послушать меня симфоническим оркестром в октябре. Я надеюсь, что к этому времени эпидемия уже поутихнет. Можно без вопроса, я вами восхищаюсь. Спасибо большое. Очень приятно. Приезжайте в гости, напьемся. С удовольствием как-нибудь обязательно. Назовите любимых поэтов ваших современников. Очень часто и очень много я уже рассказывала о любимых поэтах в своих стримах ВКонтакте и в Инстаграме, в своих прямых эфирах. Но еще раз повторю, что один из моих любимых поэтов – это Анна Лемерт. Я ее очень люблю, давно на нее подписано. Это Аня Синичева, Женя Бильченко, Костя Потапов. Очень люблю его творчество. Читаю периодически Виталию Маршака. Читаю Стефанию Данилову, конечно же. Так, кто еще? Кто еще? Есть еще замечательный автор Егор Сергеев. Кто не знает его, подпишитесь на него. Так, еще, еще, еще. Ну вообще, знаете, вам проще будет зайти на мою страничку ВКонтакте и посмотреть, на каких поэтов я подписана. Их там очень-очень много. Я даже вот так всех не вспомню. А, Юля Мамычева еще, Юля Мамычева, конечно же. Вот. Есть еще также паблик Рифмы в Инстаграме, где я периодически публикую своих любимых поэтов под хэштегом «Рифм рекомендует». Можете подписаться на него тоже. Так, и не только в Инстаграме, кстати, но и ВКонтакте тоже есть паблик Рифмы. Так, вот я пишу здесь. А, ну вот же я написала. Анна Лемерт, Константин Потапов, Дмитрий Мельников, Евгения Бильченко, Елена Касьян. Светлая ей память, скончалась она, к сожалению, в прошлом году. Антон Прада, Мария Фроловская. Да, Машу Фроловскую очень люблю. И многие-многие другие. Полина, приезжайте в Петербург. Обязательно. Какое любишь вино, сухое или полусладкое? Я люблю полусладкое. Красное вино. Вот, да, хорошее, не очень дешевое, но и не очень дорогое, поскольку, ну, я не миллионер, чтобы пить дорогое вино, конечно же. Не знаю, кто вы, но вы очень симпатичная девушка. Спасибо, спасибо большое. Так, ребятки, сейчас еще одну роллку съем и продолжим с вами общаться. Опять сегодня нарисовал какие-то кривые стрелки, но не получаются они у меня. Да, с макияжем я как-то не особо дружу, но когда я делаю фотосессии, то меня красят профессиональные визажисты, и я прям такая красотка получаюсь, что вау. Кстати, жду сейчас фоток с последнего фотосета, и уже не могу, уже все мне обещает. Фотограф обещает, что вот-вот сейчас пришлю, и никак не шлет. Вот, я уже заждалась, а фотки должны быть бомбические, прям вообще в новой фотостудии мы делали. Вот, фотографии в трех разных луках. Очень здорово должно получиться. Очень люблю фотографироваться. В отличие от видео, на видео я как-то себя немножко чувствую неловко, немножко стесняшка я такая. Вот, а фотосессии я очень люблю, и мне повезло, что в моем городе очень много фотографов, с которыми я дружу. И они, как правило, делают мне фотосессии за бесплатно, взамен на то, что я их упоминаю в своих пабликах. Ну, баш на баш такой получается. Вот, но все бесплатно. Визажист меня красит бесплатно, фотографирует меня бесплатно, и я, конечно же, потом с удовольствием рассказываю про этих ребят, делаю им совершенно заслуженную рекламу. Вот. Так что, если кто-то думает, что я прям такая звезда, миллионерша, у которой есть куча денег на фотосессии, нет, у меня даже до сих пор нет ни одного профессионального видеоклипа с моими стихами. Я очень страдаю из-за этого, так что, если меня смотрят какие-то видеографы из Саранска, ребята, давайте уже снимем какой-нибудь клип на мои стихи, потому что, ну, сколько уже можно. Я так совсем скоро состарюсь, а клипа-то и не будет. Так, какой твой рост? Ребят, вот с ростом вообще у меня всю жизнь какая-то творилась мистика. Изначально мама мне говорила, что у меня рост Афродиты, 164 сантиметра, и я в это верила. Ну, буквально недавно, пару месяцев назад, я ходила к врачу, к кардиологу, и она зачем-то измерила мой рост. Я не знаю, зачем это нужно было, но оказалось, что мой рост 160 сантиметров. Я вообще метр с кепкой, оказывается. Вот такие пироги. Как справляетесь с волнениями перед выступлением? На самом деле, волнения, да, у меня действительно очень, очень сильно, очень серьезные. У меня с детства боязнь аудитории. И даже в школе я выходила к доске и тряслась просто-напросто. У меня холодный пот по спине шел. Я очень стеснялась, очень боялась того, что на меня смотрит большое количество людей. И, кстати говоря, в школе, и в училище, и в университете я избегала всех мероприятий, всех вот этих вот, знаете, КВНов, капустников, новогодних праздников. И я не выступала, практически не выступала, но за редким, за редчайшим исключением. А вот уже после 25, когда я уже начала играть на басу в своей рок-группе «Бригантина», то, да, я уже начала активно выходить на сцену, выступать и бороться со своим страхом. Сначала я стояла просто как бревнула, боялась пошевелиться, вообще боялась сделать лишние движения, но потом постепенно, постепенно как-то я стала двигаться, раскрываться, волнения становилось все меньше. Потом с 28 лет я выступаю со стихами, и тоже первое время волновалась ужасно. Но чем чаще ты выступаешь, тем меньше волнения. Это действительно так. То есть опыт и практика, они помогают справиться с волнением. И в моем случае происходит так, что я очень сильно сначала переживаю, да, я трясусь, я волнуюсь, а потом я выхожу на сцену, и буквально через минуту волнение проходит, я начинаю общаться с публикой, я начинаю читать стихи, и я чувствую себя как рыба в воде. Мне не хочется уже уходить со сцены, и я думаю, что в будущем волнение будет становиться все меньше и меньше. Так, едем дальше, едем дальше. От каждой лавстори осталась по стихотворению или какая-то неудостоилась? Ну да, действительно, мои лавстори, они меня всегда вдохновляли на стихи, но какие-то лавстори были особенные, особенные, они были яркими, запоминающимися, и вдохновляли очень долго. И последняя моя лавстори, хоть и неудачная, она вдохновила меня на огромное количество стихов, на большую часть моих стихотворений, и она вдохновила меня на целых два сборника стихов. Я думаю, что третий тоже будет ей посвящен. Вот, так что последняя моя история, да, она, благодаря ей я состоялась как поэт, я выросла в своем мастерстве очень сильно, и за это ей стоит сказать спасибо, да. Ну, бывали истории, которые не удостоили стихов, да, они как-то прошли незаметно, и я этим товарищам не посвятила ни одной строчке, да. Были такие, были такие истории. Но те мужчины, которые сыграли большую роль в моей жизни, конечно же, конечно же, я им посвящала стихи, куда же без этого. Скучно ли тебе живется? Ну, знаете, иногда кажется, что да, иногда жизнь замирает в ней, ничего не происходит, не случается каких-то новых побед, достижений, впечатлений, поездок, не случается новых людей, и кажется, что все, все замерло, и жизнь моя кончена, и больше ничего в ней никогда не произойдет. Но на самом деле потом, после каждой черной полосы, начинается светлое, и события начинают тебе болиться на голову, и просто все крутится, вертится, и происходит что-то невероятное, что-то сумасшедшее. И я думаю, что по большому счету нет. Мне не скучно, у меня достаточно много всего в жизни было, и я надеюсь, что еще будет. И я буду держать вас в курсе. Буду записывать разговорные ролики и выкладывать их на ютубе, поэтому, пожалуйста, подпишитесь и следите за новостями. Какие напитки, кроме чая с молоком, вы предпочитаете? Ну, я уже ответила, что я люблю красное полусладкое вино, я люблю шампанское, я люблю темное пиво, я люблю сладкое пиво. Вот, ну и что еще, что еще? Люблю Гленфейн. Кстати, недавно варила его, очень вкусно получилось. Нравится ли, собственно, имя, как возникла идея назвать себя Пола? Ну, Пола – это сокращенное от Полины, просто для того, чтобы было, чтобы был короткий такой запоминающийся псевдоним, я немножко сократила свое имя, а вообще, да, мне нравится мое имя, и когда родители меня ждали, когда мама узнала, что она беременна, она почему-то сразу решила, что у нее родится дочка, и она сразу же придумала имя Полина. И в то время, когда я была маленькая, это было очень редкое имя, и врачи в поликлинике, куда я частенько захаживала, потому что болела постоянно, они всегда удивлялись, все, боже, Полина, какое редкое имя, какое красивое имя, вот, и мне всегда было безумно приятно это все слышать. Как думаешь, наступает ли такой возраст, когда человек перестает меняться и начинает жить, руководствуясь нажитым опытом или каждый день грузится в базу данных? Я думаю, что у нормального человека, который растет и развивается, и движется куда-то вперед, не наступит такого возраста, когда он перестанет меняться. Мы меняемся каждый день сегодня, мы уже не такие, как были вчера, через год, мы уже не такие будем, как сегодня, вот, поэтому нужно развиваться, нужно идти вперед, нужно узнавать что-то новое, делать что-то новое и не бояться, потому что как только мы закостенеем, заплесневеем и законсервируемся в одном каком-то состоянии, то все, мы остановимся в своем развитии. Не надо так делать. Так, Полина, восхищаюсь вами и вашим творчеством, спасибо. В чем источник силы вашей искренности и откровенности? Это дорогого стоит. Да я не знаю, на самом деле, я просто очень откровенная всегда с вами и в своих стихах, и в прозе, и в роликах, которые я сейчас снимаю, я все рассказываю откровенно, как оно есть. Любовь или талант? Как дар свыше, что бы вы выбрали? Ой, ну это очень сложный вопрос. На самом деле, да, за талантсовое или за свое умение писать я плачу большую цену, потому что в основном большинство моих стихов, они о такой тяжелой любви или любовной зависимости, скажем так, даже не о любви, а о зависимости, да. Вот, я ужасно переживаю эти состояния, очень страдаю, очень мне тяжело, и сейчас мне очень тяжело, вот, потому что, как я говорила, я в депрессии, я переживаю тяжелый период в жизни, вот, и, конечно же, это очень высокая плата, да, за стихи, и иногда мне хочется быть просто обычным человеком, который живет, любит, радуется жизни, и который может быть счастливым, но у меня не получается, у меня не получается, к сожалению, пока. Как ты справляешься с критикой? Влияют ли негативные отзывы на твое состояние души? Я имею в виду резкую и грубую критику, как в большинстве случаев ты реагируешь на подобное? Знаете, вчера я читала книгу «Таня Танк, бойся я с тобой» про абьюзеров, и там я наткнулась на очень крутую фразу о том, что критика должна выдаваться строго по запросу, и она должна быть всегда в корректной форме. Все остальное – это грубость и хамство. Случаев, когда мне оставляли корректную и интеллигентную критику, практически не было, но если и было, то пару раз всего лишь, потому что умные и интеллигентные люди, они, как правило, не бегают по пабликам своих коллег и не пишут им какие-то гадости, и они вообще им ничего не пишут, они просто смотрят за тем, как человек развивается, и они знают, что рано или поздно поэт набьет руку и достигнет какого-то определенного уровня мастерства, если он будет писать и будет работать над собой. Они сами прошли этот путь, они знают это. Поэтому умные люди не оставляют грубых, язвительных и хамских комментариев. Они умные люди, у которых куча комплексов, и которые никак не могут возвыситься, кроме как за счет вот такой вот наглой критики, о которых не просили. Они, да, ходят и поливают тебя грязью. Но у меня этот период остался в прошлом, по крайней мере, на данный момент. Мне не пишут ничего такого грубого и неприятного, а если даже и напишут, то я пройду мимо, потому что с такими людьми я не буду вступать в дискуссии. Это бесполезно. Знаете, дуракам ничего не докажешь. Они только получают удовольствие, когда выводят вас из себя. Поэтому я им такого удовольствия не доставлю. Так, хотела бы ты вернуться в рок-группу. Сложный вопрос. В рок-группе я посвятила много лет своей жизни. 8 лет в качестве автора текстов и 5 лет в качестве бас-гитариста. Ссылочку оставлю на всякий случай в описании. Вдруг кто-то захочет послушать, какие песни мы писали. И посмотреть, как я выглядела с бас-гитарой. Но у меня возникли... Во-первых, я перегорела, я устала. Я очень много делала для группы. Во-вторых, я узнала, что мной в группе почему-то недовольна, хотя я для нее делала все. И в-третьих, я поняла, что надо двигаться дальше, а группа никуда не развивается, никуда не растет. И я приняла решение уйти из группы. И я считаю, что это было правильно. Да, я иногда скучаю по тем временам, скучаю по репетициям, по нашим концертам, по тусовкам, которые были у нас после концерта. Скучаю по басухе, конечно же. Но я думаю, что нет, сейчас я бы уже не вернулась. Я думаю, что дальше я буду развиваться как поэт, как блогер. Но я думаю, что я буду периодически брать обычную акустическую гитару в руки и буду играть и записывать какие-нибудь видео с песенками. Я думаю, что это заменит мне каким-то образом мою группу. Полина, к вам приходят стихи сразу? Как вы под диктовку чью-то их пишете? Или вы мучаетесь? Какой-то период времени вынашиваете замысел, претерпеваете творческие муки? Вы знаете, я пишу стихи достаточно быстро, хотя бывают моменты, когда это все растягивается на целый день. Но в основном я пишу стихи за час или за два. Я сажусь, и у меня, конечно же, есть какая-то идея в голове, какой-то образ. Но потом я вот на этот костяк начинаю нанизывать слова, строчки, рифмы. И потом хоп, и получается стихотворение. То есть да, как будто бы кто-то диктует. Я думаю, что это очень похоже на такое состояние. Так, ну давайте еще пару вопросиков. И, наверное, будем закругляться, потому что сегодня я очень много с вами болтала, очень много всего рассказала. И я думаю, что мы сделаем еще подобное видео потом в будущем. Если этот ролик вам понравится, обязательно поставьте лайк. Please. Так, сколько вам лет? Ребят, мне на самом деле 33, но через два месяца мне стукнет 34. Вот, так что я уже взросленькая девочка, но возраста я своего не ощущаю совершенно. Я себя чувствую на 18-20 лет, и многие мои поклонники и подписчики говорят мне, что выгляжу я достаточно молода. Ну, примерно вот на этот возраст. Мне приятно, естественно, как и любой женщине, когда я слышу такие комплименты. Вот, напишите в комментариях, выгляжу ли я на свой возраст, и если нет, то насколько я выгляжу. Мне интересно. Думали ли вы когда-нибудь выйти из рыжего образа? Рыжий делает вас строгой. Ну, не знаю, мне кажется, что рыжий – это как раз проявление моей такой огненной, безбашенной натуры. И на самом деле я крашусь хной, и вот эти вот прятки светленькие, которые у меня есть, это мне недавно покрасили, осветлили, и они были прокрашены розовым сначала, но цвет очень быстро сошел, потому что хна практически не перекрывается. Для того, чтобы мне перекраситься или сделать хотя бы там, я не знаю, какие-то более-менее цветные прятки, мне нужно брить голову наголо и отращивать волосы заново. Вот, видите, я уже начала процесс этот. Нет, на самом деле я думаю, что я буду дальше продолжать краситься хной. Возможно, вот эти прятки я еще протонирую. Ну, а перекрашиваться в какой-то другой цвет, кардинально менять образ – нет. Я думаю, что я не буду. Хотя, кто его знает, может, мне что-то стукнет в голову, я побреюсь на усы. Не знаю, посмотрим. Ну что, ребятки, я думаю, вам было интересно. Мы с вами хорошо посидели, поболтали. Я наелась, я уже допила весь свой чай. И я сейчас пойду отдыхать, а потом буду монтировать для вас вот этот ролик. Обязательно подпишитесь на мой канал, посмотрите предыдущие разговорные ролики, где я рассказываю разные неловкие ситуации в своей жизни. Обязательно смотрите ролики, где я читаю стихи, помогите им, поставьте им лайк, напишите комментарий какой-нибудь хороший, желательно. Вот. Ну и что, давайте будем прощаться, будем прощаться до новых встреч. Я всегда рада вам здесь, и я рада общению. И я обязательно буду стараться делать для вас качественный контент. Ну что, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok